Прямо вот он начнёт говорить, он прям как из пулемёта говорит. Соединяем это, надрать задницу, просто вот гладко, всё прям муах! Друзья, всем привет, канал Английский простым языком на связи. Сегодня мы с вами будем разбирать такое прям вот свежее новое интервью с Мэтью МакКонахи. Я, честно говоря, это интервью сам не смотрел, поэтому, может, я сейчас включу и сам ничего не пойму. Но, я надеюсь, мы справимся. Так, ну что, начнём прокачивать наш слух. Поехали! Так, ну что, сейчас посмотрим первый секунд 15-20, а потом уже будем разбирать более подробно. Поехали! Добро пожаловать, Мэтью МакКонахи! Добро пожаловать опять, как бы, welcome back! О, вот это вот интересное, кстати, слово, я его давно очень не встречал. Давайте посмотрим ещё раз. Он не говорит, it's good to be back. Просто, good to be back. И вот следующая фраза, точнее не фраза, а слово. Что такое стад? Обивать, усеивать, усыпывать. Нам интересно кое-что другое. То, не то, не то, не то. Yep, то, что нам нужно. Стад. Давайте послушаем. Вот то, что мы видим в русском словаре, как бы, жеребец. Ну, в принципе, в принципе, можно так и писать. Но в данном случае не имеется в виду, как бы, дословно жеребец. Имеется в виду такой вот мужчина, который считается таким очень привлекательным и умелым, вот, сексуально. То есть, сексуально, как бы. Добро пожаловать снова на шоу. Мы тебя любим. How were the holidays? How was everything? Тоже, я бы не сказал, что здесь чего-то особенное. Как прошли каникулы, как прошел отпуск, как вообще вот. How was everything? То есть, вообще, как были дела? How were the holidays? How was everything? How was the fam? How was the fam? То есть, fam, сокращенно от family. То есть, как твоя семья? Просто, как дела у твоей семьи? How were the holidays? How was everything? How was the fam? How was the fam? The holidays were great. Каникулы были просто, и отпуск были просто прекрасные. How were the holidays? How was everything? How was the fam? The holidays were great. Yeah. I mean, they're not really done. I mean, they're not really done. They're not really done. They are, имеется в виду они, то есть, как бы, каникулы. Are not really done. То есть, они, как бы, еще не завершены. Пассивная форма. They're not really done. Yeah. I mean, they're not really done. It doesn't feel like. It doesn't feel like. Они говорят так достаточно быстро, я бы сказал. Ну, не чувствуется, как бы. It doesn't feel like. Like, как? It doesn't feel like. Это не чувствуется так, типа, no, нет. I mean, they're not really done. It doesn't feel like. No. So you got Christmas? So you got Christmas. Просто у вас, как бы, Рождество. То есть, у вас есть Рождество. Да, говорит. You got New Year. You got New Year. То есть, Новый год. То есть, получается, что он просто перечисляет. У вас, типа, есть Рождество. Ну, как бы, не у вас, а вообще идет Рождество. Потом Новый год. You got New Year. Yeah. Everyone's got that, right? Yeah. Everyone's got that, right? То есть, он задает вопрос, типа, аудитория. Он обращается к аудитории и спрашивает, типа, все это? У всех такое чувство есть, то есть. But I've got a son with a birthday of the 28th of December. У меня есть сын, у которого день рождения 28 декабря. То есть, мы понимаем уже, что он сейчас будет, ну, шутить на тему того, что у него очень много, у кого дни рождения, вот, именно в этот период, когда Рождество, Новый год. То есть, он весь вот в этом вот кипише находится, как бы. But I've got a son with a birthday the 28th of December. I've got a daughter with a birthday the 3rd. I've got a daughter with a birthday the 3rd. День рождения у его дочки 3-го, ну, видимо, 3-го января. I've got a mother with a birthday the 7th. I've got a mother with a birthday of 7th. У его мамы день рождения 7-го. Он месяц не говорит, скорее всего, января, потому что это шоу. Этот выпуск вышел 3 дня назад. With a birthday the 7th. How old is mom? 92. How old is mom? 92. То есть, сколько лет твоей маме? 92 года. Нормально. 92, just a couple of days ago. Just a couple of days ago. Вот, да, just a couple of days ago. Все, теперь мы понимаем, что это про января еще идет. Just a couple of days ago. Пару дней назад. Just a couple of days ago. A couple of something. Just a couple of days ago. Happy birthday, mom. Happy birthday, mom. Без комментариев. Mom, Mac, kick an ass, man. Kick an ass. Ха-ха. Kick an ass. Интересно, что они это не запикали. Ну, хотя, да, тут, наверное, запикают несколько. Ну, мы сейчас, кстати, разберем эту фразу. Кик an ass, man. Kick an ass. Kick an ass. Что это значит kick an ass? Давайте попробуем поискать в русском словаре. Kick an ass. Так, ну у нас тут есть to kick ass. То есть, на что ты способен показать. Но вот, в принципе, что нам просто, как бы, поиск гугла говорит. То есть, потому что это прилагательный. Он говорит kick an ass. То есть, не to kick ass, а kick an ass. Having is shown effect on some or something forceful, powerful. То есть, having. То есть, имение. Иметь сильный эффект на кого-то или на что-то сильный, могущественный. И в то же самое время у нас есть такой вот глагол, как надрать задницу. Соединяем это, надрать задницу. И вот это определение. И, по сути, получаем, что мама is kicking ass. Он, видите, опять же, здесь пропускает глагол to be. To be kicking ass. Потому что это описание, это прилагательное. То есть, моя мама все еще может надрать задницу. Она еще на уровне, скажем так. Она еще могет. Я прям знал, что он будет про это говорить. То есть, он говорит, давайте посмотрим еще раз. То есть, ты знаешь, когда они были помоложе. You could kind of merge Christmas. Kind of, sort of. То есть, типа, что-то типа того. Merge Christmas. To merge. Давайте разберем это сейчас слово. Merge. Merge. Merge означает сливаться, объединяться, поглощать, соединить две компании. Допустим, мы решили соединить две компании. Допустим, ну, вместе объединить. We decided to merge those two companies. То есть, те две компании. Вот, сливаться, соединяться. И давайте допишем еще объединять. Объединять. В данном же случае, что он говорит? You could kind of merge Christmas. You could kind of merge Christmas. То есть, ты типа мог соединить, как бы, Рождество. You could kind of merge Christmas into the New Year's birthday. Ты как бы мог соединить Рождество и Новый год, типа, вот эти дни рождения новогодние. Into the New Year's birthday. Hey, kiddos, we can get to all one big party. They don't play that game anymore. Hey, kiddos. То есть, это просто, как бы, так говорит, как это бы выглядел. Типа, эй, типа, дети. It's all one big party. То есть, это все, типа, одна вечеринка. Одна вечеринка. То есть, Рождество, ваши дни рождения, Новый год. It's all one big party. That they don't play that game anymore. Ее можно переводить как дословно, так и недословно. В данном случае, практически переводится дословно. То есть, that they don't play that game anymore. То есть, они в эту игру не играют больше. Anymore означает, как бы, больше. Ставится на конце. That they don't play that game anymore. То есть, они больше, то есть, его дети в эту игру не играют. Уже, типа, не прокатит, что он, типа, скажет, давайте, типа, отделаемся, там, одним, одной вечеринкой. Wow, that's a lot of parties. You gotta prep, you party, reset, party again. Wow, that's a lot of parties. Wow, that's a lot of parties. То есть, that's a lot of parties. Это много вечеринок. That's a lot of parties. You gotta prep, you party, reset, party again. You gotta prep, you got to prep. Конструкция. To get, to do something. То есть, ты должен. То есть, по сути, это то же самое, если бы он сказал, You had to prep, то есть, ты должен. To get, to do something. You got to prep, то есть, ты должен подготовиться. У нас есть существительное preparation, то есть, подготовка, в данном случае, как глагол. You gotta prep. You got to prep. You got to prep. You party, reset, party again. Повторная установка, повторный набор, то есть, что-то вновь устанавливать. Ну, перезагрузка, давайте скажем, перезагрузка. Ну, давайте вот такую вот кнопочку сделаем. You got to prep, you party, reset, party again. Prep, party, reset. Рождество, Новый год, день рождения детей, мамы, то есть, он прям вот попал конкретно. Так, вот он сейчас будет говорить достаточно очень быстро. Давайте мы прям вот сконцентрируемся, сконцентрируем наш слух. Давайте еще раз. You party, reset, party again. Prep, party, reset, and it's gotta be the first time. Another case, we've had more damn cakes in our house. So we're still going to reset, and it's gotta be the first time. Another case, we've had more damn cakes. We've had more damn cakes in our house. Вот таких вот чертовских, жутких, проклятых, damn. Он не имеет в виду, конечно, что вот эти кейкс, то есть, торты, пирожные, что они были вот damn, то есть, жуткие, проклятые. Имеется в виду, что типа, чертовые пироги. У нас было больше вот таких чертовых пирогов в нашем доме. Party again. Prep, party, reset, and it's gotta be the first time. Another case, we've had more damn cakes in our house. А, мы забыли вот это вот с вами отработать. It's gonna be the first time. Another kid должен быть первый раз. Ну, допустим, он говорит, it's gotta be the first time. То есть, это должен быть the first time. It has got, полная форма. It has got to be the first time. Это должен быть первый раз. Получается, другой ребенок, и надо кейд. And so, we're still going. То есть, мы все еще идем. We're still going. То есть, мы вот все еще идем. Идем через вот эту вот, скажем так, линию вот этих праздников. Потому что он перечисляет вот эту линию, типа, день рождения, там, Новый год, Рождество. У еще кого-то там день рождения и так далее. Вот эта вот линия всех вот этих праздников и дни рождения, это вот он через нее идет. Вот сейчас он прям тоже быстро очень будет говорить. Поэтому мы так вот будем слушать и потом отрабатывать. Ух, как ты быстро говоришь. Ну, давай, давай, отработаем тебя сейчас, конечно. Прям вот он начнет говорить, он прям как из пулемета говорит. Реально, вот прям английский с ним прокачивать прям. Что, что надо. My wife has got one, то есть, моя жена будет, типа, иметь эту вечеринку. У нее будет вечеринка, по сути, наверное, день рождения. Coming up. Вот, to come up. Подойти, подниматься, возникать. Появляться, возникать. В данном случае вот он говорит. My wife has got one coming up. То есть, у моей жены будет, вот, скоро будет, типа, тоже вечеринка. At the end of the month. День рождения. По сути, он говорит, наверное, про день рождения. То есть, день рождения моей жены, вот, да, у нее день рождения 28 января. At the end of the month. То есть, в конце месяца. And then. И затем. When they get past Valentine's Day. Он в данном случае имеет в виду, что вот, когда все это проходит, типа, через день Святого Валентина, после дня Святого Валентина, после, все, что после него, по сути. The rest of the year, оставшая часть года, то есть, остаток всего года, is smooth sailing. Smooth sailing. Smooth. Smooth. Гладкий, ровный. Ну, вот, допустим, our flight, допустим, our flight was very smooth. Наш полет прошел совершенно гладко. Smooth. То есть, гладкий, ровный. Is smooth sailing. Sail. Что такое sail? Парус, паруса, плавание, плыть. То есть, это, по сути, sail любой корабль, который плывет по воде. Не человек плывет. А sail это именно, когда какое-то судно, корабль. Sail. Sail. Поэтому, в данном случае, он говорит, the rest of the year, то есть, остаток года после всего вот этого, Рождество, Новый год, дни рождения его там семьи, День Святого Валентина, все, после этого, все идет просто вот гладко, все прям, муа, на чили, на расслабоне, как сказал бы Джиган. Так, ну что, давайте сейчас пересмотрим с самого начала то, что мы с вами посмотрели и до того момента, где мы с вами остановились. Matthew McConaughey! Welcome back, Matthew McConaughey. Good to be back. You stud you. Welcome back to the show. We love you. How were the holidays? How was everything? How was the fam? The holidays were great. Yeah. I mean, they're not really done, it doesn't feel like. No. So, you got Christmas. Yes. You got New Year. Yeah. Everyone's got that, right? Yeah. But I've got a son with a birthday of the 28th of December. I've got a daughter with a birthday of the 3rd. I've got a mother with a birthday of the 7th. How old is mom? 92. Just a couple days ago. Happy birthday, mom. Come on, man. Is that right? Kickin' ass, man. Kickin' ass. So, you know, when they were younger, you could kind of merge Christmas into the New Year's birthday. Hey, kiddos, it's all one big party. One big party. They don't play that game anymore. That's a lot of parties. You got to prep, you party, reset, party again. Prep, party, reset. And it's got to be the first time. Another cake. We've had more damn cakes in our house. And so we're still going. Yeah. My wife's got one coming up at the end of the month. And then Mega Pounds Valentine's Day. The rest of the year is smooth. Yeah, that's the end. No, I'm so very... Так, ну что. Мы сегодня, конечно, с вами прям отработали очень хорошо. Это интервью, конечно, прям вообще не из легких. Это такой прям хардкор. Он прям вот очень быстро говорит. Все его интервью, в которые он говорит, он говорит очень быстро. Вот, поэтому что я могу сказать напоследок. Все, кто отработали сегодня это интервью, все, кто посмотрели сегодня этот выпуск, вы все молодцы. Карточки Quizlet, которые мы с вами заполняли, там, в принципе, было слов немного, но все же будут доступны в описании к этому видео. Ну и, конечно же, я надеюсь, друзья, то, что после просмотра этого интервью, точнее части этого интервью, ваш английский слух стал на одну ступеньку выше. Ну что, друзья, на сегодня это будет все. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на этот канал. Увидимся с вами совсем скоро. Пока.